Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, об отношении к пленным в Украине и в России. Скажите, по вашему мнению, почему разница в этом отношении настолько очевидна? Я думаю, что все дело в том, что считается в обществе добродетельным поведением. И в России сегодня считается достойным насилие, жестокость, бесправие. Это те ценности, которые сегодня пропагандирует Кремль и которому следует худшая часть российского общества. Она таким образом себя ведет и с украинскими военнопленными, и с собственным гражданским обществом, и с людьми, которые не согласны и протестуют против войны. В Украине, насколько я понимаю, насколько я знаю Украину, совершенно другие общественные ценности. И поэтому отношение к российским военнопленным, даже при том, что они агрессоры, совершенно другое. Женевская конвенция. Это имя документа, которое мы очень часто слышим и в новостях, и уже практически каждый знает, что это такое. Это документ, который в частности регулирует ее отношение к военнопленным. Подписывала ли этот документ Россия, и почему тогда столько несовпадений с тем, что там написано? Я бы сказал, что здесь есть две причины. Одна причина состоит в том, что Россия сегодня – это страна бесправия. И о каком праве вообще может идти речь? Какая там Венская конвенция? Они нарушают все мыслимые законы, и собственные законы, и Конституцию, и международное законодательство, и сам факт военных действий против Украины – наглядное тому свидетельство. А другая часть этой проблемы состоит в том, это формальное, конечно, в том, что не объявлена война ни со стороны России, ни со стороны Украины. И поэтому Конвенция о военнопленных как бы не распространяется на людей, которые захвачены во время боев. Александр, тем не менее, Украина соблюдает Женевскую конвенцию, Украина допускает международные организации для того, чтобы они видели, в каких условиях и как содержатся российские военнопленные на территории Украины. Да, но и есть военное положение на территории Украины, и идут боевые действия. Это де-факто война. Я же говорю, что это с формальной точки зрения, и к этой формальной зацепке может прицепиться какой-нибудь российский юрист, окончивший Петербургский университет. Но ведь, в конце концов, и для Украины дело не в том, подписана эта конвенция или нет, а дело просто в том, что в человеческом отношении к людям. И я думаю, что если бы Украина не была подписантом этой конвенции, я думаю, что вряд ли отношение к людям, к пленным было бы другое. Хорошо, но вот, окей, я не спрашиваю о том, как Россия может нарушать Женевскую конвенцию, если она является ее подписантом. Тут, скорее, вопрос в другом. Как заставить Россию соблюдать, ну, тут, наверное, даже уже и не Женевскую конвенцию, а просто какие-то общечеловеческие законы? И возможно ли заставить? Вы понимаете, когда вы говорите о России, то вы немножко упрощаете проблему, вы объединяете это. Но сегодняшнюю российскую власть заставить выполнять законы невозможно. Нет такого механизма, который бы мог это сделать. Если в России сменится власть, и она встанет на цивилизованный путь, будет совсем другой разговор. И в конце концов, были времена, когда Россия соблюдала международное законодательство до прихода Путина. Ну, худо-бедно, но все-таки такого беспредела международного не было, как сейчас. Так что все зависит от того, какова власть. Но принудить сегодняшний режим к соблюдению законов ни внутри страны, ни в международном законодательстве, я думаю, что практически нечем. Ну, да, мы помним, что Россия отказалась и уже теперь дальше отказывается выполнять решения Европейского суда по правам человека, ЕСПЧА, нет. Россия, насколько я понимаю, вышла из договора о том, что будут эти решения приниматься во внимание правительством. Но существует же сразу несколько трибуналов. Украина подала сразу несколько исков в различные международные суды. Каким образом все это потом, когда-нибудь может сработать? И вообще есть ли шанс, что это когда-либо сработает? Или для этого должна быть смена режима в России? Совершенно верно. Для этого должна быть смена режима в России, потому что никакой трибунал не сможет сейчас поставить Россию под свою юрисдикцию. Не вновь создаваемой, не те, которые уже есть. Россия, тем более, не член римского статута, да, она не находится под юридикцией Международного уголовного суда. Но в перспективе, в дальнейшем материалы, которые собираются сегодня о военных преступлениях, о преступлениях против человечества, о развязывании агрессивной войны, я думаю, что они могут иметь в дальнейшем юридическое значение, когда ситуация в России изменится, и люди, которые сегодня сидят в Кремле, будут сидеть на скаме подсудимых. Александр, вот еще в 2019 году под подписью Путина Россия вышла из той части Женевской конвенции, в которой шла речь о содержании пленных гражданских лиц. Не военных, а гражданских лиц. Как вы думаете, почему это стало необходимым для Путина в 2019 году? До полномасштабного вторжения было три года. Я, честно говоря, не отследил эту инновацию юридическую, но я думаю, что вообще говоря, Путин имеет планы, планы, которые осуществляются сегодня, они задуманы очень давно. И я, ну вот, просто с момента его прихода к властью, разговоров о крупнейшей геополитической катастрофе, вот уже тогда было понятно, к чему идет дело, как будут развиваться события. И, в общем, они так и развиваются. Он ведь, когда говорил о том, что это геополитическая катастрофа, и было понятно, что он хочет эту катастрофу каким-то образом компенсировать, уже тогда было понятно, чего он хочет, и он не соврал в этом случае. Просто к этому надо было быть тогда готовым. Я вот хочу следующий вопрос разделить на две части. Я хочу поговорить о мотивации. Вот зачем, да, пытать издеваться над военнопленными вообще, в принципе, да, вот они уже все. В плену они уже не представляют угрозы, они не будут дальше выполнять свой долг, они уже все. Вот это первая часть вопроса, и потом, когда вы ответите, я хочу продолжить эту тему. Это, в общем, в ситуации военного насилия всегда рекрутируются люди, которые испытывают удовольствие, садистское удовольствие от причинения страданий другим людям. И в мирное время они рекрутируются в правоохранительные органы, в пенитенциарную систему, то есть там, где можно показать свою власть над людьми. Ну, так устроен наш мир, и это не только в России так, это и в других странах. Разница только в том, что в демократических странах это является, насилие по отношению к людям является предрассудительным, и власть на это обычно реагирует, и закон на это реагирует. А у нас этого не происходит, у нас это считается достойным. Ну, формально иногда бывают какие-то осуждения, даже судебные процессы со смешными сроками для палачей, но в целом все понимают, что насилие – это такая общественная ценность, которую проповедует власть. И туда приходят люди, они понимают, что им ничего за это не будет. Вы знаете, вот эти люди, которые мучают ваших пленных, они раньше мучили своих собственных граждан. И вот чеченские формирования, посмотрите, что они делали с гражданским населением в Чечне, и что делают правоохранительные органы, и та же Росгвардия, что они делают у себя в стране. Ну, просто сейчас им дали возможность сделать это за пределами своей страны. Ну, вот вы частично затронули то, о чем я хотел поговорить во второй части своего вопроса. Мы видели освобожденные, деоккупированные территории от российских войск. Мы видели пыточные камеры, братские могилы, связанные за спиной руки и пули в затылках. Это все речь идет о гражданском населении. Ведь Россия декларирует, что она приходит в Украину, на украинскую землю защищать русскоговорящее население Украины. Или вообще защитить украинцев от фашистов, нацистов и других слов, которые заканчиваются на «ист». Что, как этот нарратив вкладывается в поведение российских военных, и как это воспринимается населением на территории России? Вы понимаете, вы ищете противоречия там, где его нету. Потому что то, что вещает российская пропаганда, совершенно не соответствует тому, что происходит на территории между собой. Пропаганда – это такой, знаете, это такой пирожок для глупых граждан, которые готовы этому поверить. Но все понимают, что это совершенно не так. И лучшим примером будет то, с чего мы начали наш разговор. Те военные, которые освобожденные, российские военнопленные, освобожденные из Украины, которые сказали, что нет, их никто не пытал, их никто, к ним достойно относились, их не унижали. Понимаете, это те люди, которые не являются винтиками пропагандистской машины. Они попали туда, в армию, наверное, разными путями, но они не являются носителями пропаганды, функционерами пропаганды. Они говорят то, что есть на самом деле. Спасибо, Александр. Это был Александр Подробинек, правозащитник и журналист.